Радио НВ Александр, привет, спасибо большое, что пришел. Я хотел начать разговор с обменов, с возможных новых освобождений, тем более нам их обещают и высшие чиновники, и люди так или иначе заняты в переговорах, но новости приходят все более и более свежие, поэтому пришлось переиграть ближе к началу. Я хочу поговорить с моей точки зрения странные истории. Сразу три человека, один руководитель, директор региональной дирекции телекомпании ЮАД «Донбасс» Андрей Шаповалов и два чиновника Луганской областной госадминистрации. Один чиновник и один депутат. Один из них чиновник, один депутат, они же собираются отправиться в Луганск. Да, то есть люди, которые не таясь и не скрываясь, в общем, наверное, невозможно было делать втайне, работают на госструктуры украинские, собираются ехать на оккупированную территорию, об этом заявляют громко, даже записали видеоролик «Мы идем в Луганск», он называется. В этом видеоролике все трое говорят о том, что намерены вот уже в этом месяце, в сентябре прийти в Луганск, даже маршрут рассказывают, что именно в Луганске они собираются посетить и, в общем, по большому счету предупреждают, в том числе и оккупационные власти о своих намерениях. Что это такое? Вообще интересная довольно история, тем более, что вот все, с кем мне довелось сегодня разговаривать, кто лично знакомы с Шаповаловым и с Денищенко, который, он депутат рубежанской районного совета, вот, они все говорят, что знают этих людей, как людей с такой четкой проукраинской позицией, которые после того, как в 2014 году захвачен был Луганск, заняли вот такую позицию и придерживаются ее и дальше. Суть в том, что на самом деле странно это поведение, чисто вот я по-человечески могу сказать, да, как человек из Донецка, ведь на самом деле каждый день десятки тысяч людей пересекают линию разграничения, которые по воле судьбы оказались, вот, жизнь оказалась разрезана вот этой линией фронта, линией разграничения, пересекают КПВВ, ездят и в Донецк, и в Луганск, потому что у них там родственники, остались дома, какие-то дела, ездят люди за пенсией, за продуктами оттуда, потому что здесь есть, дешевле и качественнее продукты, ну, куча дел. Естественно, большинство абсолютно из них прекрасно понимают, чем это может угрожать для них пребывание на временно неподконтрольной территории, где власть находится в руках, ну, так скажем, боевиков ЛНР и ДНР. И эти люди не пишут постоянно посты, да, не пишут видео в Ютубе, что вот мы едем в Донецк и Луганск, потому что мы вот хотим туда поехать и там пребывать. Они понимают прекрасно, что это, во-первых, с одной стороны опасность какая-то, с другой стороны более глобальная, это вынужденная мера, и они никого не призывают так делать, а понимают, что жизнь так распорядилась, что вот так случилось. Даже, будем грубо говорить, не жизнь, а там Владимир Владимирович Путин и все его вот эти вот прихвостни, которые захватили часть Донбасса. А получается так, что, во-первых, они своим вот этим заявлением, во-первых, в какой-то степени, если они поедут туда, потому что они же еще не поехали, они вот сказали, что собираются ехать, в какой-то степени легитимизируют то, что там происходит. Это я вот говорю свою личную позицию, я не то, что там их осуждаю, а просто вот свою оценку. А с другой стороны, вы же понимаете, что сейчас какое количество людей в Донецкой и Луганской областях по подсчетам, на оккупированной части, по подсчетам правозащитников, 227 человек находятся в так называемых подвалах ЛНР и ДНР. Это и пленные украинские военные, и проукраинские активисты, и просто людей, которые там обвинили в шпионаже, схватили и держат ни за что в этих своих там концлагерях, как вот в Донецке на заводе изоляция. Эти люди, приехав туда, и, естественно, можем предположить, да, что власти, так называемая вот эта ЛНР, если они туда вдруг приедут на День города, они обставят это в лучшем каких-то цветах. Да, смотрите, как у нас все хорошо, и к нам приезжают, и даже вот чиновник Луганской областной администрации, украинской, приехал сюда, и ему ничего не сделали, и вот он тут отпраздновал, и там с сувенирами поехал, грубо говоря, назад из родного Луганска, туда, где он там живет, работает. И, как бы, здесь очень странно это все выглядит, потому что, ну, действительно, если мы понимаем, что эти люди поехали туда, и понимают, что там происходит, а мне кажется, они понимают, потому что это... Тем более, они еще и живут-то рядом, они же должны знать лучше многих, что происходит на купюре. Ну, один из них, журналист ЮА Донбас, то есть, ну, не журналист, но менеджер, ну, я не сомневаюсь, что эти люди знают, что это там происходит. Вот. Их позиция какая? Они объясняют это так, что мы вот соскучились по родному городу, нашему Луганску, и собираемся туда поехать. Ну, так, извините меня, сколько тысяч, там, десяток, сотен тысяч людей, которые выехали и соскучились, и или не едут туда, или если едут, делают это очень скрытно, инкогнито, там, не афишируют эту свою позицию. Действительно, даже если бы они собирались туда поехать, зачем делать из этого такую пиар-компанию? Ну, да, нужно понаблюдать, как это будет дальше разворачиваться, это все, ну, как бы не совсем понятна их мотивация в широком смысле слова. Там же пошла дальше эта история раскручиваться, появилась информация о том, что они намерены обратиться в ОБСЕ и в компании представителей этой организации, может быть, каких-то других международных организаций, поехать туда, в Луганск, рассчитывая, вероятно, на то, что если они будут окружены людьми, аккредитованными разными международными организациями, никто не покусится ни на их жизнь, ни на их свободу, вообще не будет мешать их передвижению. Это напоминает вот совсем недавнюю историю о том, как Пасечник, глава группировки ЛНР, заявил о том, что он ждет Зеленского в Луганске и ручается за его безопасность для переговоров с ЛНР. Вот буквально недели три назад он о таком говорил. И как бы понятно, что по-разному там относятся, да, и к президенту Зеленскому, и разные позиции в обществе, но понятно, что президент Украины, с тех позиций, на которых стоит Украина в этом конфликте, ни в коем случае не поедет в Луганск общаться напрямую с Плотницким, потому что, ну, кто он такой, да, для того, чтобы вести с ним переговоры. По Пасечникам, Плотницкий пропал где-то. Плотницкий, да, уже пропал где-то он там, да, в Ростове или в Москве его видели. Или с Пасечником, да, вести с ним переговоры, кто он такой. И действительно, как бы для Украины эти территории оккупированы и находятся под контролем незаконных группировок. То есть официальная позиция с точки зрения не только как просто человека, а это вот один чиновник, один депутат совета, другой, ну, занимает должность, которая там не обязывает его к чему-то. Но действительно она должна как-то быть согласована со здравым смыслом хотя бы в этой ситуации. Вернемся к этому самому приглашению Зеленского, да, в ЛНР. Зачем такого рода вообще приглашения делаются? Ведь, в общем, понятно, и украинская власть демонстрирует всеми доступными способами, что не считает этих персонажей там реальными какими-то управленцами, реальной властью на местах. Все прекрасно понимают, что это вот такие говорящие головы, которые дергают за ниточки из Кремля и разговаривают, ну, в общем, не с ними. И там ключ к миру лежит не в кабинете там пасечника или тех, кто придет на смену тем или иным персонажам, что ключ к миру лежит там где-то в Кремле в одной из его каких-то башен этих бесконечных. А зачем тогда делаются такого рода заявления? Это их залог выживания на самом деле. Ведь буквально, когда произошел на выходных обмен, да, заявление было Путина о том, что действительно нужно там и минские соглашения выполнять, и в нормандском формате общаться, и проводить выборы на Донбассе, переводить с особым статусом эту территорию в состав Украины. И то есть получается вообще какая тогда роль этих людей, и зачем идут боевые действия, да, зачем... Ведь действительно, если вот я общаюсь с людьми, которые там пребывают сейчас, например, в Донецке, и о том, о чем они рассказывают, что на самом деле не у идеологов или чиновников каких-то, а тех, кто реально со стороны там ДНР находится в окопах, на передовой, воюет, гибнет и так далее. Моральный уровень у них очень низкий, в том плане, что, ну, когда ты понимаешь, что тебя в любой момент могут убить, и ты за что-то воюешь, но абсолютно не понимаешь цель, зачем это происходит. Ну да, допустим, там в 2014-2015 году говорили о создании Новороссии, и что вот-вот Россия снова рванет, и там устроит этот коридор в Крым, там дойдет до Одессы и так далее. Уже об этом разговоры не идут, и уже все спикеры, которые представляют более-менее официальности, Кремль, не только Путин, там и Песков, которые, да, там высшую позицию. Все говорят о том, что нужно выполнять Минские соглашения, возвращать эти территории в состав Украины. Есть несколько маргинальных таких представителей российской, так скажем, политикума российского, да, там какой-нибудь Жириновский или Поклонская, которые там приглашают в Крым Пасечника и Пушилина, и рассказывают о том, что это все-таки Россия. Ну это какая-то такая позиция, которая, ну вот для таких же маргинальных кругов на этих территориях, которые еще надеются или верят, что там Великая Россия воспрянет, и вот она восстановит эти все территории, создаст Малороссию там какую-то, или сколько у них там всяких идеологических уже установок было. То есть люди, которые действительно адекватно следят за процессом, даже придерживаясь позиций пророссийских или там про-ЛНРовских, про-ДНРовских, они понимают, что уже даже на высшем уровне российском решение принято о том, что действовать, вот, ну двигаться в этом направлении, прогинать позицию о том, чтобы передавать эти территории в состав Украины, как там говорят, втюхивать, да, в Украине вот какой-то особый статус, особую территорию. Что естественно, на самом деле, национальным интересам Украины, в том понимании, которое предлагает эта Россия, не соответствует. Но оно-то и не соответствует представлению этих людей о каких-то там республиках, о Новороссии или еще о чем-то. То есть за что они воюют, за что умирают, за что там страдают и погибают и так далее. Нету никакой идеологической основы, к которой можно двигаться. Воевать за то, чтобы войти в состав Украины со стоповым статусом, ну, извините меня, это немного глупо, по-моему. И тем не менее, там же воюют не только и даже не столько местные одурманенные жители пропаганды, сколько вот наемники, сколько там российские кадровые военные. Если бы их не было, вот этих вот наемников российских кадровых военных, это же на самом деле остается единственным костяком поддержки этой всей структуры. Ведь на самом деле, ну, об этом, господи, банальные вещи, да, о чем тут говорить, что даже там в состоянии там украинской армии там в 14-м, начале 15-го года, когда оно было, ну, на самом деле довольно катастрофическим, все бы вот эти группировки ЛНР и ДНР не выдержали бы натиска, ну, вот официального, грубо говоря, Киева, да, как это говорят в сводках новостей, когда говорили. Так и сейчас, то есть если, учитывая количество материальное обеспечение, моральный дух вот этих там первый-второй корпусов, вот того состава, который состоит именно из местных жителей, то без того, чтобы ими руководили или вот этот костяк какой-то боевой составляли, или там обучение инструктора и так далее, вот эти вот отпускники, привезенные из России и так далее, не было это все под руководством, вот этого армейского руководства, которое находится, это по информации разведки, да, там в Ростове, то действительно бы эта вся структура бы разрушилась и, ну, как бы непонятно, на что было бы опираться там уже Плотницкому, ой, господи, постоянно его вспоминаю, Пасечнику и Пушили. Прервемся на новости и рекламу. Украинские родины. На радио НВ. Партнер проекту. Перша приватная броварня. Перша приватная броварня. Для людей, как для себя. Квитка душа. Співачка Ніна Митрофанівна Матвієнко. Її голосом співає Україна, а вона сама співала з раннего дитинства. Ніна Матвієнко народилася в селі Неділище Житомирської області. Вона була п'ятою дитиною в сім'ї. Її родина була не дуже заможною. 11 років Ніну віддали до школи-інтернату. Там вона співала і грала в драматичному гуртку. Майбутня зірка мріяла стати артисткою. Любов до пісню спадкувала від матері, яка мала чудовий голос. Мама Антоніна Ільківна була життєвим оберегом для родини. Її енергії, добрих слів, ніжності і теплоти вистачало на всіх. Матір Ніни Митрофанівни мала неабиякий співочий талант. Могла співати в три, навіть в чотири голоси. Ніна Матвієнко досі впевнена, якби не обставини, неважка селянська доля матір могла стати великою співачкою. Наприкінці 1970-х років Ніна записала диск з її піснями. Ніна Матвієнко не відмовлялася від своєї мрії співати. Йоною дівчиною вона приїхала до Києва в студію українського хору імені Варьовки. Там її талант помітили і оцінили. Ніна закінчила вокальну студію при хорі, стала його солісткою. Тут в хорі відбулося її професійне становлення, поступове сходження до слави. Згодом вона стає заслуженою, а потім народною артисткою України. В репертуарі Ніни Матвієнко українські народні пісні. Пісні сучасних українських композиторів. Окрім яскравого співочого таланту, Ніна Матвієнко має талант драматичної актриси. Список кінематографічних робіт Матвієнко чималий. Вона брала також участь в багатьох телевізійних виставах. Маруся Чурай, Катерина Білокур розлилися води на чотири броди. Мало хто знає про ще одну дивовижну грань творчого таланту Ніни Матвієнко. Її закоханість в літературу, в українське слово. Вона заочно закінчила філологічний факультет Київського університету імені Тараса Шевченка. І активно займається літературною творчістю. Чоловік Ніни Матвієнко також людина творча – художник Петро Гончар. Коли він вперше побачив Ніну та почував її голос на концерті в Києві, він вирішив – Ніна буде його дружиною. Так і сталося. У них народилися сини Іванко, за ним Андрійко, а потім дочка Антоніна. Сини пішли шляхом батька. Обидва вони – талановиті художники з власним мистецьким почерком і світобаченням. У 2005 році, досягнувши віку Христа, син Іван зробив несподіваний крок. Він вирішив піти в чинці і здійснив острих. Антоніна співає. Будучи десятирічною дівчинкою, вона разом з мамою поїхала на гастролі до США. І то були перші виступи Тоні. А в 1992 році на Майдані Незалежності співала гімн України. Антоніна і досі успішно продовжує справу матері. Родина – це те, що надає тобі сили. Слово. К обмену переходим. Це дійсно одна з найважливих новостей за останні годи. Це для багато людей. І не тільки для тих, хто вийшов на своботу после долгих років за решеткою. І не тільки для членів їх сімей, не тільки для їх родних і близьких. Для дуже багато людей в Україні і в цьому мірі. Це висхітітельна, прекрасніша нова. Але ми говорили о тому, що в подвалах так званом ДНР і ЛНР ще три с лишним сотні чоловік. Тобто ще сотні чоловік продолжають знаходиться. Дуже не в тюрмах, а в яких-то наскоро-наспіх організованних концелагерях, в яких-то совершенно непонятних, непригодних для людської життя условіях. Що з цими людьми? Як їх можна і потрібно доставати оттуда? Обратите внимание, больша разниця обмена, той, який состоялся на цих выходних, і последний крупний обмен, який був в декабрі 2017 року. Тоді ж обмен состоялся как раз таки при посредничестві, але с групівками ДНР і ЛНР. Тобто люди, які в Донецці і Луганці содержались, їх передали Україні. А Україна передала на ту територію тех, хто был, ну, по большей части, это были те, хто был задержан, попал в плен, грубо говоря, в ході боевых действий на линии разграничения на Донбассі. І ведь вот этим обменом, який состоялся сейчас, Россія как бы подтвердила, ну, то есть, опять же, кого передали, кроме там людей, которых были, грубо говоря, обвинены в государственной измене, это были люди, которые Украина обвиняла в терроризме, или те, хто действительно с оружием в руках пришел в Украину, да, там, воевать, создавать там, воевать за какие-то геополитические интересы России. И Российская Федерация действительно вот опосредованно еще раз подтвердила то, что она участвует в прямом военном конфликте с Украиной. То есть Украина передала людей, которые действовали против Украины, или там с оружием в руках, или там какими-то другими способами, ну, то есть подрывая украинскую государственность. Их забрала Российская Федерация себе, передала людей, которых она тоже у себя удерживала, обвиняя в чем-то. То есть тут вообще вот сами акценты по себе. Не ДНР, ЛНР какие-то, да, там, аморфные какие-то вот группировки, которые там воюют на Донбассе. А действительно вот сама Российская Федерация, как это еще в российских СМИ называлось, обмен пленными, да, то есть они называют... Так, насколько я понимаю, прошу прощения, что я перебиваю, и сейчас, по крайней мере, в ряде российских официозных СМИ это тоже называлось обменом пленными? Да, то есть, значит, что? Значит, существует конфликт, то есть Россия сама подтверждает, что она участник конфликта против Украины. И не кто-то там, знаешь, когда там с Украины воюют, их там неты какие-то, или там зеленые человечки, или там какие-то ополченцы, которые добровольцы. А вот действительно Россия на высшем уровне, то есть президент Путин общался с Зеленским по телефону, соглашал эти все обмены, то есть в том числе Владимир Путин подтверждает, что да, действительно есть этот прямой конфликт между Российской Федерацией и Украиной. Я, кстати, извини, что я перебиваю тебя еще раз, обратил внимание вот на что. Когда уже состоялся обмен, когда уже ребята, к счастью, вернулись домой, когда они были встречены в Борисполе, я смотрел, как предысторию всего этого описывают украинские СМИ и как российские. И там предыстория начиналась примерно у всех одинаково с 7 августа, когда Зеленский позвонил Путину, и украинские СМИ обязательно указывали, что это произошло после гибели четверых военных, и звонок был, это был не просто так звонок, а звонок был как раз с просьбой прекратить обстрелы. А вот российские СМИ, даже если они вспоминают о том, что тогда была гибель четверых украинских военнослужащих, ради чего совершался звонок, не упоминают. И вот этот момент очень сильно бьет по глазам, он повисает в воздухе. А вдруг ни с того ни с сего Зеленский позвонил. Проснулся ночью, думает, позвоню Путину. Это правда. Еще разница, например, в том, что сейчас происходил обмен. Обратите внимание по поводу того, как встречают вот этих вот людей, которых удерживаемых лиц, которые передала Украина туда, в Россию, и назад. Я не говорю там об эмоциональной встрече, когда там родственники и так далее встречали в аэропорту украинских моряков. А об официальной части речь идет? Да, официальной части. И вообще, как это все представляется? На самом-то деле, в Российской Федерации до момента вообще самого обмена, да и после него, 90% этого списка себе даже люди никто не представлял. Что это за люди? То есть у нас, например, уже несколько лет шла по Кольченко и Сенцову, по остальным политвязням, которые находились в Российской Федерации. Я уже не говорю про моряков, да, которые там и поднималась в ООН. Есть трибунал международный, который решал по морскому праву это все. То есть те, кто удерживался в Российской Федерации, не только в Украине все знали, но то есть во всем мире поднимался вопрос о том, что там незаконно удерживаются люди, граждане Украины. Такие-то, такие-то, по разным делам, по разным случаям, кейсы разные. Но ведь они говорили. С другой стороны, Вышинский, который удерживался. И вот недавно возник вот этот кейс Цемаха. Но он же не удерживался, он же был подозреваемым, обвиняемым. Да, по уголовному кодексу, по конкретной статье. Тяжелейшим преступлением, да. Просто тут другой момент, что с той стороны, с российской стороны, могут тоже предъявить о том, что тот же самый Сенцов, да, он там обвинялся в терроризме, хотя там эти обвинения на самом деле смешные, да, и тем более вот этот срок, который ему дали огромный, то есть он вообще не соответствует тому, о чем говорили. Единственный свидетель, который давал показания против Сенцова, как мы помним, он потом сам в российском суде отказался от этих показаний, сказал, что дал их под давлением, что отказывается от своих слов. Ну, бог с ними. И получается ситуация такая, что ведь для Путина вот этот обмен, он мог бы никогда и не состояться, то есть он преследует, да, свои какие-то интересы. И те люди, которые находятся, там, граждане Российской Федерации, или в случае с Ушинским нет, которые находятся на территории Украины, находились, они на самом деле ему и не интересны. То есть в российских федеральных каналах и там официальных СМИ о них не говорят и дальше не будут говорить. В то же время у Украины есть такое, одно дело, что это на самом деле проявление, да, нашей более цивилизованности, человеколюбия, скажем так, да, когда у нас наши граждане содержатся незаконно на территории Российской Федерации, и об этом говорят все СМИ, об этом поднимаются вопросы на международной арене, общественной организации и так далее. То есть есть такая вот разница к отношению вообще к этому обмену, да. Для Украины это на самом деле с одной стороны такой и политический, и международный, и моральный шаг, когда это все состоялось. А почему не так громко и не так заметно говорят как раз о тех людях, которые находятся в подвалах, в так называемых ЛНР, ДНР, может быть, я предположу, может быть, потому что громкая огласка может каким-то образом быть хуже для них. Они в руках у непонятных формирований, у каких-то людей, которые там прибыли из России, сняв с формы какие-то отличительные знаки, навесили на себя ничего не значащие и не... Абсолютно правильно. Почему не обязывающие там шильдики всех вот этих вот фейковых республик? Почему об этих людях не говорят? Ну, на самом деле говорят и поднимают вопрос. Просто действительно, на самом деле намного сложнее об этом всем говорить. Я вот, во-первых, о том, что действительно, вот правильно сказали, что угрожает опасность этим людям, которые удерживаются там. Я напомню вот историю о моем коллеге Станиславе Асееве, да, который находится с июня 2017 года в вот этом вот тюрьме или как это у концлаги, резоляция в Донецке. Удерживается это журналист Радио Свобода, который работал в Донецке и был задержан, обвинен в шпионаже там. И действительно, первые сутки или даже двое мы связывались с людьми, которые могут иметь какие-то контакты. Ну, сейчас об этом можно говорить там, на той территории, чтобы выяснить вообще, как обстоит дело, чтобы не навредить ему, поднимая шумиху по поводу того, что его действительно задержали. То есть мы общались, да, и с компетентными органами, и с людьми, которые занимаются обменом и так далее, надеясь, что этот вопрос вдруг без вреда ему можно будет решить намного быстрее. Но ведь ситуация такая, что он находится там уже два года. И в продолжение этой темы, ведь мы же хотя бы те люди, которые находились в тюрьмах Российской Федерации, им предоставляли официальных адвокатов, с ними попытались связываться журналисты, родственники, официальные органы власти, хоть какие-то никакие, но давали комментарии по их поводу. Их отслеживали местные правозащитники российские, помогали им и так далее. Вот кейс с Котовым, которого задержали, который гражданин России, парень россиянин, который выходил на акции протеста в поддержке Сенцова, пока тот находился в тюрьме. И сейчас его самого задержали и приговорили к тюремному сроку за нарушение правил проведения митингов, одиночных пикетов. То есть в Российской Федерации мы хотя бы могли иметь представление о том, что с этими людьми происходит. С большинством, практически со всеми, кто находится в заключении на территории подконтрольной группировкой ЛНР-ДНР, мы слабо вообще себе представляем об их судьбе. То есть, например, о том же, я постоянно привожу этот кейс Станислава Асеева, мы не можем с ним никак связаться, не можем поддерживать контакт, мы даже не можем с точностью на 100% говорить, где он там находится и где он содержится. Потому что это квази-государство, квази-тюрьмы, квази-органы власти, которые никакой ответственности там на самом деле не имеют. Люди продолжают удерживать. Зачем? Это вот, опять же, ужасное, невозможное слово зачитание, обменный фонд. Они хотят их на кого-то обменять. Но из того же Асеева они же вытащили все, что могли. Вот эта вот пропагандистская машина использовала его на полную. Придумали ему какое-то вот участие в какой-то невозможной, невообразимой группировке, которая якобы там какие-то диверсии совершала на оккупированных территориях. Зачем их продолжают удерживать? Почему бы их не отдать, не поменять, не знаю, там, на соли спички? Там же, в общем, не все так хорошо внутри этих оккупированных территорий, мягко говоря. Во-первых, да, действительно, это вот этот пресловутый обменный фонд, который они удерживают. И почему они там сейчас, да, не производят каких-то обменов? На самом деле, я не думаю, что в Донецке и Луганске решают сами, когда и что на кого менять. Им приходит указка сверху. А почему она не приходит? Потому что действительно ждут подходящего политического какого-то момента для того, чтобы это произошло. Грубо говоря, ну, можем даже так пофантазировать, предложить, что, предположить, что Россия попадает в какую-то неприятную ситуацию, да, там, на международной арене, которую нужно сгладить. Ну, как там, в 2014 году сбили бойных, да, или что-нибудь такое случилось, и Путину нужно показать как-то вот перед каким-то международным форумом или каким-то собранием, или вот Путин, например, в G8, да, там захочет вернуться. И вот он покажет, какой вот он миротворец и может повлиять на эту ситуацию для давления. А с другой стороны, это же все используется и для, как бы, влияния на внутриполитическую ситуацию в Украине. Ведь много людей, да, и я не говорю там только про родственников, да, тех, кто содержится там. Как бы, ну, как бы, это больной момент для Украины, да, что их, там, военные, пленные или кто-то еще содержится там, и их не могут отпустить. И для каких-то торгов, да, по поводу ситуации, там, на линии разграничений или по отношению к этим всем непризнанным республикам, так называемым, и этим группировкам, тоже это, как бы, момент политического торга, давления на украинское правительство и на ситуацию здесь, как на нее реагировать. А что тогда, какой политический момент, какая политическая необходимость вызвала, помогла вот этому большому обмену 35 на 35? Вот, опять же, возвращаясь к этому, да, как я сказал, что для Путина там можно было бы никого не менять и ситуация бы никак не влияла. Я думаю, здесь сошлись несколько факторов. Скорее всего, действительно, может быть, говорили о том, что Путин после разговора с Макроном, да, это все решил, ну, возможно, да, где-то надавили на него на международной арене, попросили, поговорили. С другой стороны, вот этот звонок Зеленского, мне кажется, Путин, да, действительно очень прагматичный человек и не думаю, что он там будет делать что-то там, потому что он такой хороший, и ему вот позвонил Зеленский и попросил. С другой стороны, возможно, возможно, ему, как человеку, находящемуся в таком информационном коконе, я думаю, где он находится в Кремле, когда он лично пообщался с тем же самым Зеленским, возможно, это повлияло как-то на именно принятие решений. Может, это решение было заготовлено заранее о том, что можно проводить обмен. Я думаю, он никому не доверяет, как никто не доверяет ему, но какое-то личное общение что-то для него дозначит. Ну, все равно, мы не будем забывать, что вся политика Кремля тут сугубо прагматичная. Я, кстати, вот поспорил бы насчет его прагматичности, потому что, ну, мне кажется, вот как раз то, что он влез в Крым, обвалил экономику и валюту вдвое, то, что он угробил какое-то безумное количество своих же людей на территории Донбасса, украинского свидетельства, скорее о том, что, ну, там какая-то ярко выраженная форма кретинизма. Есть цель, большая цель, наверное, для Путина, его такая мессианская позиция, воссоздание Великой России и все, как бы, рациональные какие-то моменты он сводит к этой позиции. Насколько она уже адекватна, тут уже вопрос. А вот она совсем неадекватна, но мы снова прервемся на новости рекламы. Напомню, Александр Демченко, журналист Донбасс Реали, гость сегодняшней программы «Майя Слово». Хочу выяснить, что же происходит сейчас с контрольным пунктом въезда-выезда в станицу Луганска, потому что огромное количество каких-то слухов о том, что не получается восстановить мост, ибо с той стороны оккупанты и их пособники не готовы разобрать свои фортификационные сооружения. И, соответственно, вполне обоснованно украинские рабочие не рискуют подходить, зная, что там вооруженные люди с непонятными какими-то намерениями находятся. Ну, вот буквально час назад наш корреспондент был там, наблюдал за этой ситуацией. Действительно, с украинской стороны проводятся подготовительные работы к ремонту. Восстановили дорогу, которая вот именно подводит к самому мосту, прям буквально вплотную. Она там новое покрытие сделали. Восстановили даже новые столбы. Вот, кстати, было об этом разговоров много в Фейсбуке о том, что вроде бы как с украинской стороны сняли украинские флаги. На самом деле украинские флаги снова появились, просто их сняли, потому что меняли столбы. То есть старые столбы выкопали, предварительно сняв с них флаги. Украинские флаги, да, сейчас новые, на них снова повесили украинские флаги, так что все нормально. Зрады нету, никому переживать не надо. Вот, то есть с украинской стороны все готово для того, чтобы проводить дальнейшие действия и ремонтировать уже наконец-то этот мост. Даже учитывая то, что линия разъединения, да, там проходит, и это неприятная ситуация для всех, но действительно это ужасающая ситуация, когда единственная связь с неподконтрольной частью Луганской области для многих людей, это вот единственный вот этот сломанный мост, где там по таким лесенкам приходится перебираться. Я уже не говорю про то, как это происходит там с пожилыми людьми или с людьми с особыми потребностями. То есть с украинской стороны все для этого готово. С той стороны реакции, ну то есть первые дни, когда было достигнуто это соглашение, там стало меньше просто вооруженных военных людей. И какие-то действительно, ну, укрепления не то, что разобрались, там просто они перестали быть обитаемыми. Но к тому, чтобы проводить дальнейший их демонтаж и убирать их, дело так и не дошло. И тут вопрос в том, что насколько с той стороны вообще готовы к этому процессу. Действительно, если на минских переговорах было согласовано, это вот последний раз, когда была эта встреча, да, и говорили о том, что будет разведение. И тут действительно, то есть Украина передала пас, да, той стороне, что давайте действовать, как-то, да, разводить стороны. И тут вопрос еще в самой техническом моменте ремонта. Вот вы правильно сказали о том, что, ну, даже если туда прибудут ремонтики, ну, как-то не очень удобно ремонтировать, восстанавливать мост этот, находясь постоянно под прицелом с той стороны, буквально, когда в 100-200 метрах, ну, люди с пулеметами, с автоматами, и вы находитесь у них под прицелом. Тут даже с точки зрения какой-то прагматичной, да, и безопасности людей на месте тех, кто там отдает приказы этот мост восстанавливать, не давал такой разрушения. А я правильно понимаю, что с украинской стороны нет уже фортификационных сооружений, или, по крайней мере, они... Они отведены назад, ну, там, на самом деле, если так рассматривать это по расстоянию, это совсем небольшое расстояние, оно не играет какой-то там стратегического и даже, может быть, тактического значения. А украинской стороны вторжения нет, или, скажем так, она не стала больше, чем... Не стала больше абсолютно. Это, ну, как бы, это просто чисто технический момент в той точки зрения, что это нужно для того, чтобы восстановить мост. Чтобы вдруг, когда там будут проводить ремонт, да, там, какие-то ремонтные бригады, там, приедут какие-то краны там восстанавливать это все, вдруг не начали друг по другу палить с двух сторон на небольшом расстоянии. Хорошо, тени отвели. Как реагировать украинской стороне? Вот тут уже другой вопрос, и, скорее всего, это будет обсуждаться на следующей встрече в Минске, потому что, ну, как бы, не может же, там, кто-то с украинской стороны прийти туда и начать кричать, да, там, отводите своих людей, убирайте свои фортификации. Ну, то есть, та сторона просто перестала реагировать. Какие-то договоренности были достигнуты на первом этапе, когда с той стороны сказали, да, что-то происходило, а потом они просто заморозили этот процесс, и он дальше не происходит никак. Что, какую цель они преследуют, не выполняя это, кроме того, что, да, действительно, они просто там удерживают, чтобы можно было стрелять по украинской стороне. С другой стороны, какого-то там военного большого значения, то, что эти позиции находятся прямо возле моста, а не там на 300-400 метров назад, для той стороны тоже не имеет значения. Грубо говоря, если бы началось с той стороны какое-то вторжение или начались реальные там боевые действия высокой интенсивности на этом участке, именно на вот этом вот возле моста, грубо говоря, там не составило бы большого труда артиллерии снести эти позиции с той стороны. То есть какой-то военной цели они вряд ли преследуют. А вот другое дело, что они действительно преследуют цель дальнейшего каких-то политического давления. И, скорее всего, можно так предположить, что они ведут к следующему встрече в Минске на каком-то уровне, на минском формате, и дальше об этом вести разговор. Других объяснений там нет. А что сейчас происходит с минским форматом? Там же регулярно ездят, встречаются разные люди. И представители Министерства иностранных дел, и какие-то вот эти вот представители этих боевиков. Что происходит с этим форматом? Какие-нибудь, может быть, есть новости о том, чего должно достичь? Каких-то серьезных подвижек я не замечал. Сейчас все внимание все-таки приковано именно к нормандскому формату о том, что и Меркель, и Макрон, и потом Зеленский, и Путин говорили о том, что... Да, вот, и тут еще такой момент, что действительно сегодня заявил президент США Трамп, что готов, если его позовут, принять участие в этом формате. Не забудем, что буквально месяц назад как раз-таки президент Зеленский говорил о том, что было бы дотильно долучить с получения Штата Америки до того формата, то есть чтобы президент США на высшем уровне тоже участвовал в этом формате. С другой стороны, вспомним о том, что одна из, как бы, возможных целей международной, вот этой вот, ну, как бы, геополитических, да, как это, если можно выражаться такими словами, целей Российской Федерации, наверное, тоже была бы, с точки зрения Путина, выгодно, чтобы Трамп тоже участвовал в этих переговорах. Почему? Потому что ведь всегда Путин себе на противовес ставил не какой-то там Европейский Союз, даже они демонстративно показывали, что позиция Европейского Союза не играет большую роль для них, а для них вот большую роль играет позиция США, потому что для Путина это позиционирование себя как сверхдержавы второй, да, там, или не в первой и не второй, а то есть есть США, а есть мы. Хотя на самом-то деле мы так уже, если с точки зрения экономической, даже и военного потенциала, это, наверное, все-таки мифы, которые сам себе Путин навязывает, как и всем россиянам. Ну вот, кстати, интересно же насчет нормандского формата, со стороны как это выглядит, что уважаемые люди из высшего руководства Германии и Франции просят Путина прекратить стрелять и убивать украинцев, а Путин каждый раз говорит, да это не я, да вы что, да нет, да вы что-то перепутали, это шахтеры с трактористами. Изменится ли что-то, если к высокопоставленным уважаемым людям из Франции и Германии добавится еще один высокопоставленный уважаемый человек из США? Вряд ли изменится позиция России в том, что Украина должна вести прямые переговоры с так называемыми ДНР, ЛНР и позиция очередности выполнения соглашения о том, что там сначала с точки зрения Российской Федерации должны пройти выборы, а потом уже туда заходит Украина и передает украинскую границу Российской Федерации в Украине. С другой стороны, Украина, да, я не думаю, что президент Зеленский пойдет на тот шаг, что ну как бы сделает какое-то отступление в этом направлении. Действительно, с точки зрения иррациональной и какого-то здравого смысла, нет у Украины никакого смысла идти на тот шаг, что там проводить сначала выборы, да, и потом передавать эту территорию. Это как раз таки вот то самое, о чем мы говорили, втюхивание территории в состав Украины, которая с особым статусом, который еще до сих пор неопределен и непонятен, как он будет, с амнистией для боевиков, которые принимали участие в боевых действиях и так далее. Я думаю, что это будут опять, если просто туда в эти переговоры войдет Трамп, возможно, это будет какая-то перезагрузка вообще вот этого всего формата, то есть он будет как-то усиленный, какое-то обсуждение в этом плане пройдет более динамично, скажем так, я даже не знаю, как правильно об этом сказать. Я боюсь, что это может быть наоборот, это будет заново, ах, у нас теперь новый парень, надо ввести его в курс дела, давайте мы сейчас будем ему долго объяснять, кто на какой позиции стоит, где кто на самом деле по кому застреляет. Путин опять будет врать о том, что это какие-то шахтеры с трактористами. Украинская сторона будет доказывать, что никаких шахтеров и трактористов нет, что это переодеты российские кадровые военные и там небольшое количество алкоголиков, наркоманов и прочих пособников, которые повелись на какие-то там посылы про Новороссию и так далее. Абсолютно правильно, тут еще может быть дополнительный тупик в том, что в США же предстоят и президентские выборы, к которым уже на самом деле они активно готовятся, и дело в том, что Трампу не нужно показать, что он как-то там друг Путина, да, грубо говоря, как это говорят, или он прогнулся под Путина, ему нужно будет наоборот позицию свою усиливать и показывать, что он оказывает давление, имеет какое-то влияние в мире и вот может давить на Путина. Путин же в свою очередь, скорее всего, вряд ли как-то будет в этом плане отступать. И то есть мы можем тут наоборот натолкнуться на дополнительный тупик. Сложно сейчас говорить об этом. У нас не так много времени осталось. Хочу все-таки коснуться этого момента так или иначе. Новые санкции, стоит их ожидать? Ну, или как раз сейчас, после того, как освободили украинских политзаключенных, в том числе тех, о которых знал и слышал каждый день весь мир, может быть, наоборот, Запад теперь пойдет на попятны перед Путиным? Ну, тут все зависит от медийного влияния, да, от этой ситуации. То есть, о Сенцове, да, говорили, кто только не говорил во всем мире о Сенцове, да, на всех форумах, на всех каких-то культурных мероприятиях, кинофестивалях. Я думаю, вряд ли все-таки в этом плане... Ведь санкции-то против России водились не из-за того, что она удерживает каких-то там людей у себя, пленных. Они водились из-за того, что Россия аннексировала Крым, сбила Боинг, продолжает боевые действия на Донбассе. А это все не прекращается. Если посмотреть сводки по линии разграничения, вот буквально я сейчас смотрел за последние дни, то боевые столкновения, если вот так вот проследить, происходили по всей линии разграничения от Мариупольского направления на юге и до северного направления, там вот, где как раз примыкает вот эта вот линия разграничения к российской границе. То есть, везде происходят обстрелы, столкновения применяются с той стороны, запрещенные Минскими соглашениями вооружения, а гранатометы, крупнокалиберные пулеметы... То есть, боевые действия идут. Если в этом плане говорить и, ну, серьезно смотреть на этот вопрос, война продолжается, да, она не такой интенсивности, но она продолжается. Крым продолжает быть аннексированным. С точки зрения сбитого самолета в 2014 году Россия остается на своей вот этой тупой позиции, что мы ничего не знаем, сначала там то было, сначала то, сначала украинский СУС сбил, потом украинский БУК, потом еще какая-то провокация. Потом диспетчер Карлос. Да, 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 еще какая-то провокация, то есть, они ни на что не идут. Сейчас еще этот момент с Цемахом, ведь Нидерланды потребовали, теперь Цемаха выдать для суда, для вот этой следственной группы от Российской Федерации. Естественно, Российская Федерация его не выдаст. Уже тут можно в гадалки не ходить, понять, что такая ситуация. То есть, оснований к прекращению санкций нет. Спасибо большое, Александр. Напомню, Александр Демченко был гостем сегодняшней программы. На этом прощаемся. Всего доброго. Счастливо. Христина Роман. История успеху. Завжди стежьте за тим, аби у вашей команды не было песимистов. Вони – вбивці всех идей, пропозиций и начинаний. Я все життя хворий на оптимизм, и это единственное, что не дало мне потонути в море невдач. Так говорив мексиканский бизнесмен Карлос Слім Елу. За данными Форбс, на початку 21-го століття він був найбагатшою людиною в світі. Основний актив – підприємця, холдингова компанія «Групо Карсо», що контролює низку великих мексиканських компаній. Коли батько Карлоса зайнявся торгівлею, всіх своїх дітей він взяв у помічники. Тим дуже подобалось працювати, хоча батько і був дуже суворим. Вимагав дисципліни та самовідданості. Крім того, Слім-старший намагався навчати дітей фінансової грамотності. У кожного був спеціальний зошит, куди слід було записувати всі особисті витрати і прибутки. А потім батько допомагав кожній дитині їх проаналізувати. Завдяки такому вихованню Карлос Слім Елу вже у підлітковому віці зацікавився біржовим інвестуванням. І, схоже, в нього до цього був неабиякий хист, бо вже у 17 років він заробив свій перший мільйон. Паралельно хлопець навчався в інституті за спеціальністю цивільне будівництво. Після закінчення вишу він деякий час навіть працював викладачем алгебри і програмування. Однак інвестування було його головною діяльністю. Коли Карлос накопичив певну суму, він придбав мережу магазинів і готелів Sunborns. Його стратегія полягала в тому, аби підвищити якість товарів та послуг, але залишити помірну ціну. Таку стратегію він застосовував і до інших своїх підприємств. Спочатку купував дешевий товар, вдосконалював його і продавав дорожче. На початку 80-х років у Мексиці почалась економічна криза. Більшість бізнесменів прагнули продати свої компанії бодай за щось, аби остаточно не збанкрутувати. Натомість Карлос Слім навпаки намагався скупити всі компанії, що здавалися йому перспективними, і були виставлені на продаж. З цих компаній він створив інвестиційну групу Carso Group. Пізніше Карлос Слім зайнявся видобутком руди і вугілля. Компанію Frisco, яку він придбав під час кризи, бізнесмен зміг вивезти у лідери гірничої та хімічної промисловості. Холдинг Carso Group продовжував зростати і вже наприкінці 80-х охоплював більшість підприємств країни. Майже кожен другий мешканець Мексики щодня користувався тими чи іншими послугами, які надавали компанії Карлоса Сліма. Реклама Ви пенсіонер? Ваші права порушуються? Хочете знати, як отримати від держави все, на що маєте право? Роз'яснення юристів, новини, інструкції, як діяти, все в газеті для пенсіонерів, пожити для себе. Лише 1 гривня 99 копійок на місяць. Передплатний індекс 60828. З відосту про державну реєстрацію ЗМІ номер 234-721-3312Р від 8 серпня 2018 року. Самолікування може бути шкідливим для Вашого здоров'я. Вікові проблеми з судинами дають про себе знати. Вас все частіше турбують задуха та безсилля, сонливість та головокружіння, потемніння в очах при нахилах та різких рухах, тиск у скронях та шум у вухах. Біоактивний комплекс Гіперстабіл Ультра Плюс від компанії Life Image на основі екстрактів виробництва Швейцарії, таких як Коензим-Кью-10. Екстракт грибашої таки, ельглютамінова кислота та нікотинамід сприяє зміцненню судин, нормалізації тиску, покращенню роботи серця, запобіганню розвитку тромбоутворення та попередженню закупорки судин. Телефонуйте вже зараз за безкоштовним номером 0800-217-100 Не прогайте суперпропозицію! Лише до 12 вересня знижка на Гіперстабіл 50%. Тиск у скронях і потемніння в очах при нахилах та різких рухах. Сонливість, задуха та безсилля навіть при незначних фізичних навантаженнях. Потурбуйтесь про свою серцево-судинну систему вже зараз. Гіперстабіл Ультра Плюс на основі екстрактів виробництва Швейцарії сприяє зміцненню судин, покращенню роботи серця, запобіганню розвитку тромбоутворення та закупорки судин, зниженню ризику розвитку факторів, що спричиняють інсульт, інфаркт, атеросклероз та інші проблеми, пов'язані з порушенням роботи судин та серця. Телефонуйте вже зараз за безкоштовним номером 0800-217-100 та замовляйте Гіперстабіл Ультра Плюс від компанії Life Image. 0800-217-100 0800-217-100 Встигни зателефонувати до 12 вересня та отримай знижку на гіперстабіл 50%. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама дітейшної добавки. Перед застосуванням обов'язкового днятисрук, сьогодні пропонсультується у лікаря. Всі дзвінки безкоштовні. Акція діє з 10 до 12 вересня 2019 року. Реклама. Телефон комерційної служби Радіо НВ. 044-237-0720 В Україні 15-та година. Радіо НВ. Мої вітання. Ви слухаєте Радіо НВ у студії Олена Чебек. Новини. 94,5 мільярди гривень. Саме таку суму задекларували українці за підсумками кампанії з декларування доходів, отриманих у 2018 році, повідомляє Державна податкова служба. Загалом декларації про доходи та майновий стан в Україні подали 596 тисяч українців. Вони самостійно визначили та заплатили 3,5 мільярди гривень податку на доходи фізичних осіб та 485 мільйонів гривень військового збору. Значну частину доходів українці отримали з-за кордону, від спадщини, доходи від продажу нерухомості та доходи від нерухомості, яку здавали в оренду. З 2020 року українці зможуть отримати безкоштовно послуги первинної ламки, амбулаторно-поліклінічної, стаціонарної медичної допомоги, а також екстреної паліативної допомоги та реабілітації. В Національній службі здоров'я України розказали, які послуги будуть безкоштовні за програмою медичних гарантій. Тож служба планує сплачувати медзакладам 8,5 тисяч гривень за полуги, майже 20 тисяч гривень за лікування інсульту та майже 16 тисяч гривень за лікування інфаркту. Ці послуги будуть повністю безоплатними для українців, адже вони вже заплатили за медичну допомогу зі своїх податків, повідомив голова Національної служби здоров'я України Олег Петренко. Повний перелік безоплатних медичних послуг уприлюдніть після затвердження бюджету на наступний рік. Повний перехід на систему Айван можуть відкласти на два місяці. Такий варіант не виключають в Національному банку України. В НБО розглядають варіант відтермінування повного запровадження міжнародного стандарту номеру банківського рахунку в Україні. У разі, якщо перехід на нову систему буде затримуватися в деяких фінансових установах, остаточне скасування старих банківських реквізитів можуть відкласти до січня 2020 року. А до 1 жовтня буде проведена остаточна зустріч зацікавлених осіб, якщо будуть блокуючі фактори з 1 листопада на повне використання Айбанця від цієї банківської системи, а попередня постанова НБО щодо запровадження з 1 листопада залишається чинною. Раніше в Національному банку повідомляли, що на Айбан в Україні перейшло вже майже 30 банків. Держава обіцяє придбати квартири для чотирьох кримських політв'язнів, які після обміну повернулися в Україну. Йдеться про Олега Сенцова, Олександра Кольченка, Володимира Балуха та Артура Панова, повідомила повноважена Верховна Рада справ людини Родмила Денісова. За її словами, житло їм планують придбати у Києві. Усі четверо згодні залишитися у столиці, зокрема через те, що до Криму повернутися вони не можуть. Конкретних термінів надання житла Денісова не назвала. Більше новин читайте на порталі www.nv.ua Олена Чабак, Служба інформації Радіо НВ. Дізнавайтесь нове. Година автоновин Радіо НВ.